Самара утепляется. Напомним, с 25 сентября в городе начался отопительный сезон. В приоритетном порядке первыми начали поэтапно подключать социальные учреждения. А с 1 октября ведутся работы по подаче тепла в жилые дома. Пока все идет в плановом режиме. Социальная сфера достаточно активно подключается. Но погода пока, опять же, подчеркиваю, благоприятствует. Сегодня, наверное, у нас последний теплый день, когда температура будет достигать 24 градусов. Дальше у нас идет снижение, и я думаю, темпы будут значительно более сильнее. Запуском систем непосредственно в домах, которым теплоноситель подведен, занимаются управляющие организации УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН. При этом процесс остается на непрерывном контроле и со стороны администрации Самары, Ростехнадзора, администрации внутригородских районов. Ряд управляющих компаний уже включили отопление во всех жилых домах, находящихся на обслуживании. Жители, у которых есть отсечные краны, терморегуляторы, могут самостоятельно настраивать температуру в квартирах. Также с учетом погоды за окнами, регулировкой температуры теплоносителя занимаются профильные службы. Все дома, находящиеся у нас в обслуживании, были запущены. Температурный уровень регулируется подачей теплоносителя от теплоисточника, который является котельная, привокзальная, ГРЭС. Есть у нас в нашем фонде дома с автоматической системой регулировки, которые также сами по себе в теплоузле стоят. Автоматические клапаны, которые регулируют по датчику температуру наружного воздуха, прибавляют или убавляют. В принципе, дома еще не холодно, даже дворчики открывают на улице тепло. Поэтому все терпимо, ждем. Большой объем работ выполнен и в части подключения социальных объектов. По состоянию на утро 8 октября теплом обеспечены 673 соцучреждения первой категории. Это более 84%. К ним относятся учреждения здравоохранения, опеки и попечительства, а также сферы образования, школы и детские сады. Например, в детском саду номер 394, расположенном в Октябрьском внутригородском районе, отопительный сезон начался еще 26 сентября. Это учреждение посещают 267 воспитанников, персонала – полсотни человек. Подготовка к старту подачи теплоносителя была организована своевременно. Кроме того, в прошлом году в подвале детсада была произведена замена отопительных труб. В детском саду тепло, комфортно, уютно. Детки ходят в шортиках, маечках и платьях. Детский сад к отопительному сезону был готов, но полностью подключены все помещения детского сада. Среди социальных учреждений второй категории, а это вузы, СУЗы, учреждения культуры, спорта и дополнительного образования, отапливаются 188, что составляет почти 46%. По данным на утро вторника, на особом контроле состояние объектов, на которых завершается перекладка магистральных теплосетей. На шести участках теплотрасс, в том числе на улицах Пензенской и Старозагора, заканчивается сборка монтажных схем и идет восстановление благоустройства после вскрытий. Но на подачу отопления это не влияет, заверяют специалисты. На всех объектах заранее были приняты меры. Надземным способом проложены временные трубопроводы, чтобы тепло поступало в дома и другие здания без ограничений. В диспетчерской департаменты городского хозяйства и экологии по телефону уже принимают обращения по вопросам подачи отопления. Пока их немного. В ближайший понедельник, 14 октября, планируется открыть работу горячей линии и во всех районных администрациях. Полина Чулякова, Николай Епифанов, События.